В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Billboard Woman in Music. По традиции в список номинантов попали самые яркие представительницы музыкального мира. Главного титула «Женщина года» удостоилась певица Сиза. Лучшим продюсером признали исполнительницу Розалию, а награду за влияние на индустрию получила Бекки Джи. Победа в категории «Прорыв года» ушла к южнокорейской группе Twice. Кроме того, в числе лауреатов оказались Лана Дель Рей, Лэйни Уилсон, Ким Петрас и другие. Певец Эд Ширен готовится представить свой первый акустический альбом. В него войдут 14 треков. Артист рассказал, что релиз пластинки «Субтракт» состоится 5 мая. «Я работал над «Субтракт» 10 лет, пытаясь вылепить идеальный акустический альбом, сочиняя и записывая сотни песен с четким видением того, каким, по моему мнению, он должен быть», — поделился британский исполнитель. Кроме того, певец показал тизер, в котором можно увидеть трек-лист сборника, изображенного на песке морского побережья. Австралийская овчарка по кличке Айви очаровала интернет-пользователей, и дело вовсе не в миленькой мордашке. Собака из Южной Каролины покорила общественность своими необычными картинами. Все началось с того, что хозяйка овчарки Лиза Кайт заметила, что ее питомец легко поддается дрессировке. По словам женщины, собака быстро освоила базовые трюки, поэтому она решила попробовать что-нибудь нетипичное. Теперь Айви проводит время за холстом и акриловыми красками. При этом она сама подбирает цвета для своих картин из палитры. Кстати, Лиза продает работы своего питомца. Их стоимость составляет от 50 до 500 долларов. Все средства идут в благотворительные фонды. Собаке уже удалось заработать тысячи долларов. Ее картины пользуются спросом среди жителей разных стран. Ну а теперь новость для тех, кто переживает за актера Брюса Уиллиса. Его накануне впервые за долгое время заметили во время прогулки с друзьями по Санта-Монике. Брюс посетил со своей компанией кофейню. На снимках папарацци Уиллис выглядел достаточно хорошо и поддерживал диалог с приятелями. Несмотря на то, что сами родственники актера заявляли, что он сейчас испытывает трудности в общении. Напомню, актеры у Брюса Уиллиса две недели назад диагностировали лобно-височную деменцию. У людей с таким диагнозом происходит прогрессирующее нарушение когнитивных функций головного мозга. Супруга актера Эмма Хэмминг Уиллис заявила, что состояние ее мужа постепенно ухудшается, а действенного лечения нет. Более того, люди с этим недугом в среднем живут около 5-7 лет. Несмотря на это, семья пытается сохранять позитивный настрой. Вы смотрели «Звезданутых». Еще больше новостей из мира звезд и шоу-бизнеса узнаете уже на следующей неделе. Всем удачи и только хороших, позитивных новостей.